Что такое композиция? Как правильно построить наш кадр? И что должно быть в кадре, чтобы нам было интересно его рассматривать? Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Sky HD. С вами Хохоли Александр и тема занятия композиция и построение кадра. Поехали разбираться! Субтитры создавал DimaTorzok Баланс белого, как это все настраивать. Но наши кадры от этого не станут лучше. Мы просто технически подкованы и знаем, как правильно пользоваться настройками нашей камеры. Теперь я предлагаю обратиться к композиции. Что такое композиция и как правильно построить наш кадр? Для начала уясните, что в фотографии нет никаких правил, есть только рекомендации. Те, кто говорят о правилах, это не совсем правильно. То есть правила надо иногда нарушать для того, чтобы создать какой-то уникальный креативный снимок. Если вы будете следовать правилам, вы никогда не создадите хорошего шедеврального снимка. Поэтому есть определенные рекомендации. Во-первых, в вашем кадре должен быть главный герой. Если в вашем кадре нет героя, не за что зацепиться глазу, снимок просто развалится, то есть глаз будет блуждать по снимку. И довольно быстро человек, который смотрит ваш снимок, утратит к нему интерес и пойдет дальше рассматривать какие-то другие снимки. Поэтому в вашем кадре должен быть главный герой. Обязательно. Это может быть все что угодно. Дерево, пенек, ребенок, велосипед, лавочка, камень, который лежит на побережье. Но он должен быть настолько крупным, чтобы глазу было интересно за него зацепиться, посмотреть на этот предмет и после этого рассматривать окружающую его обстановку. То есть то место, где он находится, этот предмет. Этот главный герой, он должен находиться, должен, это опять-таки громко сказано, рекомендуется, чтобы он находился в золотом сечении. Золотое сечение это пересекающиеся две горизонтальные и две вертикальные линии, которые делят наш кадр на 9 абсолютно одинаковых прямоугольников. Если вы дадите больше площади для неба, значит вы делаете акцент на небо и смещаете линию горизонта на нижнюю линию сечения. Если вы хотите придать больше веса земле, ваша задача две трети, нижних две трети части кадра отдать земле, а одну треть отдать небу. Если вы фотографируете ребенка, либо велосипед движущийся, ваша задача расположить объект таким образом, чтобы перед ним было немножко воздуха. Это называется именно воздух. То есть было пространство, куда движется ваш герой. Он не должен убегать за кадром. Вот я сейчас смотрю в кадр, то есть у меня с этой стороны чуть-чуть больше воздуха, с этой стороны чуть-чуть меньше воздуха. Если я буду стоять вот так, будет казаться, что я разговариваю с кем-то, кто находится за кадром. А когда я расположен вот так, я говорю в камеру, говорю именно с вами. Точно так же должно быть на ваших снимках. Ваша задача расположить главного героя таким образом, чтобы он находился на одной из третей. Либо это вертикальные трети, либо горизонтальные трети. Но задача создать такую атмосферу, чтобы объект, который находится в кадре, он имел вот одну треть и две трети по разные стороны от себя. Если вы хотите сконцентрировать внимание на объекте, ваша задача чуть плотнее кадрировать. То есть довольно много снимков, которые делают наши начинающие фотографы, причем это неважно, у них зеркальный, беззеркальный фотоаппарат, цифромыльницы какие-то, либо просто мобильный телефон. Довольно часто люди стараются снять человека в полный рост, так чтобы захватить абсолютно все. Подойдите поближе, намного поближе подойдите и сделайте хороший, удачный кадр, чтобы было видно лица тех людей, которых вы снимаете. Старайтесь размыть фон за этими людьми, если вы не хотите, чтобы люди в парке, например, попали на задний план. Очень хорошо и очень сильно выглядят кадры, в которых есть помимо главного героя антигерой. То есть это объект поменьше, где-то на заднем плане. Например, когда вы снимаете восход, либо закат, вот помимо солнца, да, это наш главный герой. Если окажется какая-нибудь мелкая тучка, либо птичка, это уже будет как антигерой. Они будут усиливать ваш снимок. Единственное, что они должны находиться в разных частях снимка, чтобы как бы снимок не был пустой. Вот он с одной стороны есть герой, он полный с этой стороны, то есть он заполнен. А с другой стороны у вас получается абсолютная пустота, да, такого не должно быть. То есть обязательно должен быть у вас какой-то противодействующий элемент главному герою. Антигерой, я это называю именно так. Поэтому старайтесь, когда вы компонуете ваш кадр, сделать его именно таким образом, чтобы вот, ну, была какая-то борьба добра со злом. Большинство кадров, которые вы видите и вам нравятся, вот в интернет выкладывают фотографы свои работы, друзья, это кадр, который был получен не за один раз. То есть, например, ну, фотограф там присмотрел какое-то красивое место, он будет ждать долго, пока свет ляжет правильно, пока наступит режимное время. Мы об этом обязательно еще поговорим. То есть, ну, он поджидает момент, когда сложатся звезды таким образом, что кадр будет удачным. Я вот, например, как-то ездил, ловил закат, я выезжал три дня подряд, и вот только на третий день у меня получился хороший снимок. То есть такой, какой мне нужен был. Первые два дня я делал пристрелочные снимки для того, чтобы дома на постобработке посмотреть и понять, чего мне в снимке не хватает. Но именно тот вот снимок, который вам понравился, он классный, сильный, красивый, он далеко не с первого раза бывает зачастую сделан, а это довольно кропотливая работа. И удачные снимки, ну, очень редко с первого раза вот вышел, ну, супер, и классно, да, получил снимок. Нет, такое, как правило, не работает, а это кропотливая работа. Но чем больше кадров вы будете делать, чем больше вы работать будете с вашей камерой, чем больше будете работать именно с той оптикой, которая у вас на камере висит, а не менять объективы, тем лучше у вас будут получаться снимки, тем больше будет процент снимков, которые удачные. Ну, тут надо будет, конечно, поработать, но оно того стоит. Сейчас я предлагаю вам взять камеру, перевести ее в мануальный режим, выйти на улицу и сделать ряд снимков, только теперь уже более осмысленно. Ищите главного героя, подходите к нему поближе. Не важно, что это будет камушек, перила, либо человек, машина, может быть, колесо крупным планом вы захотите снять. Но просто подходите ближе и снимайте крупным планом. Кадрируйте таким образом, чтобы вы видели вот это золотое сечение. Вы должны его уже видеть. То есть надо набить глаз, чтобы ваши кадры получались лучше. Поэтому попробуйте, скадрируйте сначала одну треть дайте слева от объекта главного, а две трети справа. Потом перекадрируйте немножко по-другому. Сделайте несколько снимков с главным героем, одного и того же главного героя, но кадрируйте по-разному. И попробуйте посмотреть на постобработке, какие кадры получились более сильными, а какие менее сильными. Определите, где было правильно скадрировано, где неправильно скадрировано. И попробуйте повторить эти же самые кадры, возможно, немножко внеся коррективы уже с учетом того, что вы получили некоторый опыт как во время съемки, так и на постобработке. И проведите несколько сетов таких, я думаю, что у вас будет получаться все лучше и лучше. В любом случае фотография это в первую очередь практика и креативный подход. Поэтому никогда не следуйте никаким правилам и всегда подходите к вопросу креативно, пытайтесь найти новые ракурсы, создавайте такие виды, которые нестандартные для человеческого глаза. То есть если мы привыкли всегда смотреть, например, на лавочку в парке сверху, попробуйте сфотографировать ее снизу, либо сбоку. Если вы фотографируете ребенка, опуститесь на колени, станьте вместе с ним на один уровень, то есть глаза в глаза. Этот кадр будет намного сильнее, чем вы сфотографируете ребенка сверху. Да, вы привыкли его видеть сверху, но если вы сфотографируете его крупным планом на фоне площадки, размоете площадку и кадр будет сделан с его глаз, с его уровня, то он будет намного сильнее, чем кадр, сделанный сверху. Поверьте мне, это работает. На этом у меня сегодня все. Подписываемся, давим пальцы вверх, оставляем вопросы в комментариях и ждем новых видео. Редактор субтитров А.Семкин